Книга «Открытым оком», 30-й том, тема «Будущее мира. Страшный суд», вопрос 4086. О приходе Антихриста учат ли священники ныне или умалчивают этот вопрос? Уперлись в ННН, как будто нет иных признаков пришествия Антихриста? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Учат, да мало кто им верит. Учение Христово принимается легко теми, кто в ком произошло рождение свыше, а плотским умом не дойти до соблюдения даже самых истинных слов. Цитата. Следует быть особенно внимательными и бдительными. А для этого необходимо понимать сущность человеконенавистнического талмудизма, знать основы его сатанинского учения, чтобы иметь возможность и самим избежать погибели, и других предупредить о грядущей напасти. Вера в избранность евреев и ожидание прихода Мышиаха – это центральные пункты стержневые идеи иудейской религии иудаизма. По выражению самих талмудистов, идея о приходе Мышиаха – самый драгоценный бриллиант в сияющей короне иудаизма. В настоящее время израильские религиозные и политические лидеры прямо говорят о том, что для прихода Мышиаха все готово, что он вот-вот придет. Для того и готовятся сейчас евреи воздвигнуть в Иерусалиме свой третий храм, чтобы в нем был коронован и всемирный царь. По учению Святой Православной Церкви, истинный Мессиния, уже приходивший в мир ради спасения всех человеков, – это Господь наш Иисус Христос, а Мессия, прихода которого с таким нетерпением ждут сейчас евреи, – это Антихрист. Этот противник Христа будет последним в истории человечества лидером богоборчества. Он будет глобальным диктатором, который возглавит перед концом мира единое всемирное государство, а затем будет убит Иисусом Христом при его славном Втором Пришествии. Как известно, иудаизм – государственная религия Израиля. Свод догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма является Талмуд. Каждый правоверный еврей в своей жизни обязан руководствоваться этим иудейским кодексом. Если Евангелие Христово в своем универсализме обращено к личности, то Талмуд обращен к этносу как самостоятельному субъекту и высшей ценности. Талмудическое учение, талмудизм, направлено на формирование обобщенного типа иудея. Поэтому для талмудической теории нет нужды ни в бессмертии души, ни в загробной жизни на небесах. Еврейский нарок отверг царство небесное и все силы своего ума направил на осуществление всемирного мессианства, то есть на построение глобального царства мира сего. Следствием такого искаженного представления евреев о своей богоизбранности стало вдохновленное самим сатаной издание идеологии иудея нацизма. Из этой идеологии проистекает вековечная война евреевцев со всеми прочими народами. Согласно талмудическому учению, евреев создал Бог и Егова, а все другие народы мира были созданы 72 низшими духами. Поэтому талмуд не считает нас людьми. Мы для него нечто вроде биологического мусора. Талмуд учит, что только евреи люди, а все неевреи животные. Цитирую. Только евреи люди, другие же народы имеют свойства зверей, происходят от животных, неевреи животные. Все дети неевреев животные. Души неевреев происходят от нечистого духа. Согласно талмуду, все христиане и все, и вообще не евреи, гои, не имеют ни брака, ни имущества, ни души. Гои в талмуде называются то псами, то ослами, то свиньями. Талмудизм совершенно исключает представление человеке как в образе Божьем и любовь ко всем людям, как детям Единого Отца Небесного, которую проповедует христианство. Другими словами, талмудическое учение не признает высочайшего и бесподобного достоинства человеческой личности и узаканивает отчужденность между людьми. Федор Михайлович Достоевский писал о евреях. Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы некоторые признаки этого государства в государстве. По крайней мере, хоть наружно. Признаки эти – отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире одна народная личность – евреи, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их ни существовало. Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с тех пор ты един у Бога. Остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся, и ни с кем быту своим не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, все равно верь всему тому, что тебе обещано. Раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся и эксплуатируй, и ожидай, и ожидай. Вот суть идеи этого государства в государстве. А затем, конечно, есть внутренние, а может быть и таинственные законы, ограждающие эту идею. Из статьи Достоевского «Еврейский вопрос». Мораль Талмуда рекомендует одни нормы взаимоотношений между иудеями и другие между иудеями и остальными народами. На Гоев, особенно Акумов, христиан, верхозаветные заповеди «не убей», «не прелюбодейство», «не укради», «не лжесвидетельствуй» и другие, согласно Талмуду, совершенно не распространяются. Талмуд подробно излагает принципы и правила, по которым Гоев надо всячески оттеснять, обворовывать, закабалять, убивать телесно и духовно. Даже лучшие из неевреев должны быть убиты. То, что евреи получают воровством от нееврея, он может сохранить. Неевреи находятся вне защиты закона, и Бог отдает их деньги Израилю. Евреи могут использовать ложь, ложь-увертки для того, чтобы перехитрить нееврея. По учению Шулхан-Аруха, иудейского свода законов, составленного на основе Талмуда и обязательного к исполнению по всей день, еврею строго запрещается спасать Гоев от смерти. Еврейке не следует помогать нееврейке. При родах на Гоях можно испытывать любые лекарства и яды. Еврею нельзя на суде быть свидетелем. В пользу Гоя. Нееврея хуже собак. Мишнат-227. И так далее. И так не будет преувеличением сказать, что Талмуд – это агрессивный закон маньяков-убийц. Еще в начале XX века человеконенавистическую суть талмудизма показал известный в то время знаток талмудической и каббалистической литературы магистра богословия И.Е. Пранайтис. На почве мессианской идеи мистицизм в еврействе создал учение о том, что, сотворяя мир, Иегова зранил в живые существа частицы своей божественной святости в виде искр. При создании доброй и злой сторон часть искр божества попала в злую сторону. Освобождение этих искр и возвращение их ввысь к первоисточнику ускоряет пришествие мессии. Отсюда, естественно, вытекает положение, что чающий всеми своими помыслами пришествия мессии еврей должен быть устремлен к освобождению этих искр путем убийства. В этом Пранайтис видел мистическую подоплетку ритуальных человеческих жертвоприношений, совершаемых талмудистами. После разрушения Иерусалимского храма у евреев остался один вид жертв – избиения, то есть ритуальные убийства. Не евреев, в том числе и христиан. Нет у нас иной жертвы, кроме той, которая состоит в устранении нечистой страны. Каббалистическая книга Зогар, 2027 пункт. Достаточно определенно духовная сущность талмудического иудаизма, раскрытая в Евангелии от Иоанна. Когда иудеи заявили Христу, что их отец – Бог, то Христос им ответил, «Если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня, ибо я от Бога ишел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иоангелие от Иоанна, 8 глава, 39 по 44 стих. Как понимать эти слова Христовы? Если в человеке нет любви, а показателем нелюбви иудеев к Богу было их отвержение, ведь человечество сегося – Иисус – Сына Божия, то для Него эта личность не существует, Он ее отрицает. Иудеи Бога, значит, отрицают, становясь богоубийцами, еще до распятия Бога-человека, Иисуса Христа. Слова Спасителя «Ваш Отец Дьявол» означают следующее. «Если в вас нет любви, то вы находитесь в области смерти, тьмы в царстве сатаны, который и себя отрицает, отрицая всех остальных. Если христианство ориентирует человека на личное общение, единение с Богом, то толмудизм направлен на непризнание личности не только в людях, но и в Боге. Внутри Ветхозаветной Иудейской Церкви постепенно сформировалось учение по существу, отказавшееся от понятия личного Бога, то есть от Бога как личности. Персоны. Это учение получило название Каббала. Предание. Отказ от личного Бога-Творца и глубинное отрицание личности в человеке. Это основа толмуда каббалистического мировоззрения. И именно об этом говорит Спаситель в Евангелии. Итак, суть толмудистической идеологии ненависть к Богу и богообразной человеческой природе. Ведь и человек, человека Бог сотворил как личность. В этом состоит образ Божий в человеке. Именно из ненависти к Богу и человеку пристекают тайные программы тысячелечной войны еврейства с человечеством. направлены на захват евреями всей власти над миром. Факт существования этих программ вполне раскрылся в начале девятисотых годов двадцатого века, когда С.А. Нилус опубликовал протоколы собрания сионских мудрецов. Цитирую. Нам необходимо подорвать веру, вырыть изума Гоев самый принцев божества и духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями. Так сформировали свою задачу сионские мудрецы протокол номер четыре. Гои бараньи стада. А мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в орчарню забираются волки. Протокол номер одиннадцать. Чисто животный ум Гоев не способен к анализу и наблюдению, а тем самым к предвидению. В этой разности разницы способности мышления между Гоями и нашими можно ясно узреть печать избранности и человечности в отличие от инсективного животного ума Гоев. Протокол номер пятнадцать. Вот еще несколько цитат из этой сатанинской программы, отчетливо показывающих, что сианисты, таламудисты, масоны, всех неевреев считают скотами, зверями и сами всеми силами стремятся довести народы до состояния полного духовного озверения. Еще в древние времена мы среди народа впервые крикнули слова «Свобода, равенство и братство». Слова, столь много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки, с которыми они унесли благосостояние мира, истинную свободу личности, прежде так огражденную от давления толпы. Протокол номер один. Возгляните на спиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же и нам, и наших, дойти до того же, народы гоев, одурманены спиртными напитками, омолочевших от дурела, от классицизма и раннего разврата, на которые ее подбивала наша агентура. Протокол номер один. Слова свобода выставляет людские общества на борьбу против всяких сил, против всякой власти, даже божеской и природной. Вот почему при нашем воцарении мы должны будем это слово исключить из человеческого лексикона, как принцип животной силы, превращающейся в толпы в кровожадных евреев. правда, звери эти засыпают всякий раз, как напьются крови, и в это время их легко заковать в цепи, но если им не дать крови, они не спят и борются. Протокол номер три. И так далее. Но духовный закон таков, если кому-то относишься как к зверю, то и сам становишься зверем. Если других духовно убиваешь, то и сам становишься духовным мертвецом. И вот почему в апокалипице сказано, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Откровение 13.10. Действие этого духовного закона выразительно проявилось например в случае с Лениным. Писатель Н. Брешко Брешковский так описывает облик Ленина незадолго до смерти. Он, желавший, чтобы вся Россия ходила на четвереньках, сам превратился в животное, в разлагающуюся падаль. Печать чего-то тихого идиотского заклеймила весь его облик. Он уже не мог говорить по-человечески. С губ срывалось какое-то бульканье и нельзя было разобрать ни одного слова, ни одной человеческой мысли и вообще ничего человеческого в узеньких, мутных, заплывших глазках. Святитель Иоанн Златоус в слове против иудеев, сравнивая иудеев и христиан, говорит, «Они призваны к усыновлению, не спали до сродства с псами, а мы, будучи раньше псами, возмогли по благодати Божией отложить прежнюю неразумность и возвыситься до почести сынов Божьих». Из чего это видно? «Нехорошо взять хлебы у детей и бросить псам». Матфея 15, 26. Так сказал Христос хананейской жене, называя чадами иудеев, а псами язычников. Но смотри, как изменился порядок. Те иудеи сделались псами, а мы чадами. «Берегитесь псов, говорит апостол Павел, берегите злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы». Филиппинцам 3 глава 2 по 3 стих. «Видишь, как бывшие прежде чадами сделали с псами? Хочешь знать, как мы бывшие прежде псами сделали с чадами?» А тем, которые приняли его, говорит евангелист, дал власть быть чадами Божьими. Иоанн 1, 12. «В масонстве, а мы знаем, что руководят масонством талмудисты, автор пишет В.М. Острецов, считается необходимым говорить о свободе, доброте, красоте и тому подобном, и все с большой буквы. Но парадокс, точнее духовный закон, заключается в том, что члены подобных организаций по степени свободы являются скорее рабами, солдатами, витингами, существующими безликими и пошлыми. В этих организациях ее члены не должны иметь нормальных человеческих чувств. Они должны холдно и безвелично наблюдать за гибелью миллионов людей. Они должны быть мертвы уже при жизни. И голодные дети, и спившиеся подростки, и картины безудержные. Безудержного вороства не должны вызывать у них никаких особенных чувств. Классические символы масонства, кубические ровненькие обработанный камень, циркуль, наугольник, весы являются лучшим образом объяснения такому душевному состоянию члена того или иного масовского ордена. Разрушенные изнутри и духовно мертвые богоборцы и сыны дьявола сеют вокруг себя смерть и разрушение. Вслед за своим отцом они сами ставшие нелюдью считают всех людей стадом человекоподобных скотов. Странны для евреев пространства, где народная масса лишь служитягло, то есть рабская безликая основа благополучия евреев. Люди в них с точки зрения евреев всего лишь низшая форма международной зоологии. И такое отношение к людям имеет своим первым источником именно бесчеловечную точнее античеловечную и антиличную идеологию талмудизма. Сегодня одна из главных задач русского патриотического движения всеми допустим заступенными силами постараться донести до русских людей понимание человеческой ненавистической сути сионизма и талмудического иудаизма. Необходимо показать истинный облик этой богоборческой идеологии, маскирующейся под традиционную религию. Если русский человек осознает, что к нему относятся как к животному и в чем такое отношение проявляется, то уже одно это может вывести наш народ из состояния духовной спячки, заставить его очнуться, выпрямиться и скинуть со своего тела присосавшегося к нему огромного разбухшего от русской крови пилит улит клеща, талмудического клеща. Интерес к теме еврейского засилия у русских людей в последнее время немалый. Многие сегодня знакомятся с протоколами сионских мудрецов. И сопоставляя этот сионистский документ современной действительностью понимают, что эта программа захвата евреев мировой власти давно уже весьма успешно осуществляется как в нашей стране, так и в мире в целом. Многие русские люди, в том числе и политики, говорят сегодня о том, что Россия находится под самым настоящим еврейским игом, третьим после татары Мальгольского и Польского. Так известный независимый политик и публицист, бывший министр печати РФ Борис Сергеевич Миронов, подвергающийся ныне преследованием со стороны властей за свои национально-патриотические убеждения, написал книгу, которую так и назвал «Иго иудейское». Слава Богу, что в русском народе уже начался подъем патриотических настроений. Русский народ пробуждается. Многие русские люди сейчас осознают необходимость восстановления в России монархической формы правления. Православие, самодержавие, народность. Вот какой должна быть наша государственная платформа. Народность, народность, то есть национализм, это любовь к своему народу, это утверждение его национального достоинства, которое неразделимо с уважением к другим народам. Поэтому неверно употреблять слово национализм и националист в отрицательном значении, ибо для этого существуют другие слова шовинизм, шовинист. Без национализма не может быть истинного становления личности. Человек вне национализма, любви к своему народу и патриотизма, любви к своей родине, к своему отечеству, это недочеловек, получеловек. Любовь к отечеству это самоотверженный труд, это постоянная готовность к самопожертвованию и любовь, ибо любовь это прежде всего умение жертвовать во имя того, что любишь, жертвовать многим, а иногда и жизнью. Без этого нет истинного патриотизма. В наши дни, говорит старец Паисий Святоголец, интересоваться и беспокоиться за состояние, в котором находится наш народ, это исповедание, это государство воюет против божественного закона, ибо государство воюет против божественного закона. Церковь разрушает, ничего, скажет кто-то, а сам дружит и с тем и с другим, только потеплее бы устроиться. А что потеплее, его самого в конце котов устроит дьявол? Нынешнее гонение на русских патриотов, обнародовавших письма пяти тысяч, раскрывавшуюся человека ненавидческую суть таламудического иудаизма и убедительно показывающие наличие тягощающей над Россией еврейского иго и геноцида русского народа, должны стать для всех патриотических сил поводом к объединению. Мы должны сейчас отбросить все ненужные разногласия личной амбиции, взаимные обиды, а также страх иудейский и вступить с единым фронтом. И это будет поистине великой силой, страшной для всех врагов России и Христа. Необходима мобилизация всех здоровых сил нашего народа. Возможно, с этой целью, с этой ситуацией начинается начинается чаемое нами возрождение Святой Руси. В основной своей масти русский народ продолжает письмо 5000. В органы государственной власти от граждан России было направлено большое количество заявлений и обращений с протестами против преследования русских патриотов. Такие заявления и обращения нам нужно продолжать, чтобы поддержать гонимых, чтобы показать, что мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить своих братьев. Пусть таких наших заявлений и обращений будет тысячи, десятки и даже сотни тысяч, и пусть столько же будет подписей русских людей под новым обращением, где будет приведено доказательство умышленного разжигания религиозного межнациональной рози, таламудическим иудаизмом и будет сформировано требование к оргману государственной власти о пересмоте всех антисемитских дел против русских патриотов как обороняющейся страны. И обязательно нам нужно серьезно усердно молиться Господу об успехе этих наших акций. При этом будем помнить слова святителя Феофана Затворка о том, что помощь от Господа приходит на наши усилия и соединяясь с ними делает их мощными. Не будь этих усилий ни на что не зайти помощи Божьей она и не зайдет. И блаженный Феофилак болгарский говорит о том же Бог содействует нам тогда когда мы действуем и полагаем начало когда мы не действуем он и не содействует есть люди верующие но почти ничего не делающие говорила императрица мученица Александра Федоровна тех же кто любит Христа отличает именно действия ибо как тело без духа мертво так и вера без дел мертва и Иакова 3.26 такими действиями которыми свидетельствуется наша любовь ко Христу является сегодня исповедническое решительное противостояние таламудическим богоборческим силам труды по возвращению святой самодержавной церкви ведь боремся мы не только за освобождение нашей родины от тяготнейшего над ней иго жидовского но и достоинства богообразной личности человеческой которая таламудизм и вдохновляет им антихристианская система нового мирового порядка по сути уничтожает откровение 3 глава с 15 по 19 знаю дела твои ты не холоден не горяч ой если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл а не горяч и не холоден то извежим тебя из уст моих и так будь ревенсен и покайся священник Андрей Горбунов